Всем привет! Я невероятно рада записывать это видео, потому что я считаю это то видео, которое является очень прикладным, очень практичным. Потому что мы рассмотрим конкретные примеры. Мы рассмотрим профили, действующие профили фрилансеров на таких сайтах, как Fiverr и Upwork, и поймем, что они делают правильно, какие ошибки, возможно, они допускают и как их исправить, чтобы вы, как фрилансер, который начинает или продолжает зарабатывать онлайн, знали, как улучшить свою ситуацию, чтобы увеличить свой доход. И я хочу поблагодарить своих подписчиков за то, что они поделились ссылками на свои профили. Я понимаю, что есть, возможно, какая-то неловкость в том, чтобы так публично делиться своим профилем, но так мы и зарабатываем только путем того, что мы публикуем свои странички, что мы предлагаем свои услуги, что мы готовы работать над ошибками, только так мы и можем начинать и продолжать зарабатывать. Поэтому спасибо вам! И если вы фрилансер и хотите, чтобы я рассмотрела ваш профиль, в описании этого видео есть форма, по которой вы можете оставить ссылку на вашу страничку и услышать мой фидбэк. И без дальнейших разговоров давайте перейдем к конкретике. Маленькая ремарочка, все профили, которые я вам показываю, предоставлены в разрешении их владельцев. Я их получила от своих подписчиков, не перебирала никакие профили, я не знаю этих фрилансеров. Чисто объективно открываю ссылки и смотрю и комментирую. И первый профиль, который я получила от девушки с ником Дуля Змаком, мы видим три услуги, предоставляет этот художник, рисует персонажей. И давайте посмотрим на ее страничку фриланса. Так быстренько, как правило, на платформе Fiverr клиенты не так-то часто переходят и базируют свое мнение о фрилансере согласно его страничке. Больше все-таки решение о заказе принимается на страничке описания услуги. Страничка же фрилансера содержит отзывы, содержит краткое описание о себе. И говоря об описании, я бы все-таки немножечко больше расписала. Я вижу, что описание есть, и оно неплохое. Hello, I like to create and draw characters. Здравствуйте, мне нравится создавать и рисовать персонажей. Я также занимаюсь тем-то и тем-то. Я была бы счастлива помочь вам имплементировать ваши творческие идеи. Неплохое описание, но я бы брала hello, здесь и пробела нет, да и вообще приветствие это лишнее, забирает просто место. Здесь для описания есть ограниченное количество символов, поэтому лучше их использовать с умом, расписать более конкретно. Вот эти фразы неплохие, но если у вас есть какой-то опыт в цифрах, там я столько лет в сфере, или я нарисовала более такого-то количества персонажей, или я работала более с чем с таким количеством книг, это всегда привлекает внимание конкретные цифры, а не просто общего характера фразы. Но если нечем похвастаться на данном этапе, в принципе, просто красненько написать, что я там люблю имплементировать ваши креативные идеи, это очень такая хорошая фраза, всегда делать акцент на вашем, на вашем клиенте, на его нуждах, а не о вас. Не надо концентрироваться о себе, все-таки больше о вашей клиентуре. Дальше здесь языки, и что я еще вижу, есть навыки. И вот здесь перечислено только три навыка, я бы добавила еще, можно намного больше добавить. Я понимаю, что в первую очередь вы comic artist, но я уверена, что вы работаете не только с Adobe Photoshop, вы еще можете работать с Illustrator, с другими программами. Есть еще определенные навыки, связанные с этой сферой, поэтому включите как можно больше, чтобы вы смотрелись как человеку, у которого есть больше скиллов. И давайте перейдем теперь к конкретике, потому что все-таки услуги важнее, чем профиль фрилансера на бирже Fiverr. Я открою, не знаю, давайте здесь есть уже один отзыв, да, первое. I will draw a comics page for you. Все ясно, очень прямолинейно. Снова hello, я бы убирала вот эти все hello, потому что мы говорим about this gig, мы говорим четко об этой услуге. Меня как заказчика интересует, а что вы делаете? Приветствие это уже лишнее, это просто собирает время. Можно сразу написать, I can draw you, I can draw a comic book page in a cartoon style for you. Лучше такая формулировка, потому что I can draw you, это как я нарисую вас. Немножечко не совсем верно. И я вижу, что есть отпечатки. Пожалуйста. Я сколько раз говорила на своем канале. Если вы не знаете английский язык, у меня есть видео, где расписано, показано, как проверять себя, не зная языка. Есть сервисы, о которых я тоже записывала видео, которые помогут вам писать более грамотно. Здесь, если я возьму вот этот текст и просто проверю его в Grammarly, об этом сервисе я тоже уже записывала видео, мы сразу увидим, что не p-well, а пиксель. Мы же говорим о пикселях здесь. Это просто отпечатка, невнимательность. Исправьте все эти мелочи. Потому что мне, допустим, сразу бросается в глаза, возможно, потенциальный клиент и не заметит, а возможно заметит, и это будет той причиной, которая его отпугнет. Конечно, с сервисами автоматическими надо быть поосторожнее, потому что здесь, допустим, it can be, здесь, да, не тот артикль, or detailed, я, видите, даже не могу понять ваше предложение, что вы хотите сказать. Это вы говорите о страничке, тогда тоже включите слово page, потому что не хватает, да, detailed, with shadow, highlight, что, what, page. Надо проработать, улучшить ваше описание. Я бы еще что-то добавила, там, с какими инструментами вы работаете. Я бы повторила информацию, которую вы включаете в описание своей услуги здесь, допустим, там, у вас будет 5 фигур, допустим, я нарисую в такой-то программе, вы получите эти фигурки в таком-то формате, в таком-то файле, немножечко больше конкретики, и я бы поработала с тем, чтобы сделать текст более живым, насколько это возможно, там, где-то highlight, где-то бы подчеркнула, где-то бы жирным выделила, чтобы заказчику было удобнее быстрее просканировать текст. И хорошо, что Дуля Змаком, хорошо, что только мы понимаем этот ник, использовала возможность пакетов, да, у нас есть Basic, есть Standard, Premium, всегда, когда у вас такая услуга, что вы можете ее расширить, используйте вот эту возможность, Fiverr поощряет, когда вы предлагаете услугу в трех разных пакетах. И эта девушка правильно, что использует эту услугу, здесь все хорошо, все удобно, все понятно. Это мои комментарии насчет этой услуги, если мы посмотрим, допустим, другую услугу, I will draw a chibi, anime girl, да, тогда, давайте тут быстренько посмотрим, text me, когда мы ставим много скобок, вот так, мы только приводим в конфуз, в замешательство иностранных заказчиков, потому что нет такой манеры письма, много скобок. Я так понимаю, только мы, русскоговорящие, ставим вот такого плана скобочки, иностранцы включают глазки, двоеточие, поэтому, если вы хотите поставить смайлик, поставьте просто двоеточие и одну скобку, потому что иначе это не о чем не говорит, непонятно заказчику, и я бы вообще брала вот эти все фривольности, скобочки, text me, просто, если вы хотите, чтобы вам написали, напишите это более в таком профессиональном духе, тоже проверить на ошибки, на отпечатки, никто этого не отменял. И вот видите, то, что я говорила, что ваше описание пойдет под вашей услугой, оно не только на страничке фрилансера, но и в гиге, поэтому и важно здесь включить какую-то еще конкретику, чтобы если ваш потенциальный заказчик принимает решение об услуге, брать эту услугу или нет от вас, чтобы просканируя этот текст, он уже четко понимал, о да, этот человек то, что я хочу, у него есть и опыт, и все, я беру его услуги. Также я вижу, что у Дули с Маком три услуги, и мой совет, если, допустим, вы там comic artist, да, и там вы рисуете всякие плана комиксы, посмотрите, что предлагают другие фрилансеры, там, комикс, можно даже не просто комикс печ, даже комикс написать, и посмотреть, что предлагают, потому что у вас есть возможность добавлять услуги более трех, почему бы этим не воспользоваться? Чем больше услуг, тем больше вероятность того, что вы можете потенциально получить больше заказов. Подумайте, что вы еще можете? Вы можете, может, персонализировать. Кстати, вот это очень интересный момент, а ну-ка, давайте посмотрим. Portrait. Мы люди очень тщеславны, будем называть вещи своими именами, и люди любят портрет себя, например, да, там, я нарисую портрет супергероя, я нарисую ваш портрет в таком-то стиле. Если у вас есть такая возможность, вот уже предлагает девушка, да, нарисовать там вас, как героя комикса, почему бы не предложить? Посмотрите, что успешные фрилансеры уже предлагают. И смотрите, как понимать, успешный ли фрилансер? Смотрите на количество его уже отзывов, как минимум такое количество проектов было выполнено через платформу фриланса, к примеру, 134, и на средний рейтинг. 4.9 звезды, это достаточно высокий рейтинг, учитывая количество отзывов, поэтому можно посмотреть, как этот фрилансер описывает себя, какие работы в портфолио он предлагает, вот, да, сразу тоже видим портрет. Поэтому поработайте с этим, и когда у вас увеличится количество услуг, у вас увеличатся и шансы заработка. Переходим к следующему фрилансеру, тоже на Fiverr. Михаил, I am a, артикль, web designer с России, тоже у нас с нами приветствуется. Hello! И вот здесь неплохо расписано, видите, здесь больше конкретики есть, что вы создаете, тоже про креативность во всех ее манифестациях, окей, замечательно, больше навыков расписано, я бы еще добавила, если есть возможность. Все хорошо, теперь посмотрим услуги. То, что я и говорила Дули с Маком, если есть возможность, я думаю, с вашими навыками есть возможность, предлагайте больше услуг, посмотрите, что есть популярно в вашей сфере, допустим, убрать background. Мне нравится идея того, что все ваши услуги так красиво смотрятся в одном стиле, но не лучше ли сразу показать вот конкретно, я уберу background. И здесь как-то написать, да, remove background под уже выполненной работой, чтобы заказчик наглядно видел, как вы выполняете. И я бы, если у вас есть возможность, выставила бы фотку человека, наверное, человека, причем с волосами, это самый сложный вариант. И тогда, потому что в основном же приходят клиенты, чтобы брать фон с себя любимых, и тогда они сразу увидят, о, вы работаете с людьми, вы работаете со сложным видом, потому что здесь видно попроще брать, хотя животные, питомцы тоже, народ здесь заграничный, очень любит своих питомцев и готовы там убирать им фон, и делать фотографии, и даже скульптуры, ну, я уже отхожу от темы, ну, я видела, я видела людей, которые создают скульптуры своих питомцев и умерших питомцев, и прах питомцев хранят у себя на тумбочке. Ладно. Так, снова high, я бы не здоровалась, this is my gig. Понятно что-то, ваша услуга. Можно просто написать сразу I'll manually, да, и сделать то-то и то-то, очень хорошее слово manually, его можно включить, и тут professionally тоже хорошо звучит. Когда вы добавляете такого плана на речи, казалось бы, просто с потолка, да, там, professionally, как-то вот, ну, откуда мы знаем, насколько вы профессионал, но оно влияет, влияет сразу восприятие вас, а, professionally, то есть выбирая между двумя фрилансерами, у которого есть это слово и нет, скорее всего, кликнут на услугу, где это слово есть, поэтому включайте на речи, и здесь manual, это очень важно, потому что многие используют просто программы, а мануальная работа, она всегда востребована побольше, получше. Вот тут у вас написано опыт какой, я бы включила сюда ваше описание, и я бы, ну, в принципе, говоря о том, чтобы убирать фон, здесь не так-то и много вариантов, что вы можете сделать, но я бы написала, в каком формате получит заказчик фотографию, я бы тоже вот продублировала, допустим, сюда бы написала, что один день сразу это может привлечь внимание, и хорошо, что предлагаете пакеты, я об этом уже говорила, все три пакета, и у нас есть правки, замечательные. Вот когда я вижу, как заказчик, что он предлагает аж три правки за то, чтобы убрать фон, я готова, да, готова нанимать его, потому что я знаю, что уже за три правки заказчик, фрилансер должен правильно убрать фон. Так, все хорошо, Михаил, давайте посмотрим еще какой-то из ваших услуг, ну, social media post design, вот здесь у меня возникает вопрос psychedelic effect, смотрите, я не знаю, что такое, да, и я не думаю, что люди часто ищут, посмотрите, какие эффекты текстовые ищут, потому что это может быть только один из, но я уверена, что их много разных, там, ретро, пикселейшн, эффекты, 3D, да, тексты, потому что как-то psychedelic, не знаю, насколько популярно, расширьте свое портфолио, и плюс я бы вот это слово psychedelic effect, тогда бы уже в этом эффекте и предоставила, чтобы было видно, посмотрите, если мы введем text into, уберем psychedelic, кстати, да, полностью отпечатка же написана, и здесь мы увидим, какие эффекты пользуются спросом, там, граффити, 80, ретро стиль, предлагайте такие эффекты, если можете, конечно, то есть всегда смотрите на то, на что есть спрос, и предлагайте эти услуги, расширяйте свое портфолио, перейдем дальше, тут у меня тоже профиль фрилансера, на файвер, Алексей, музыкальный продюсер, и смотрим быстренько его описание, сразу, да, написано, чем занимается, сколько лет, что он это дело любит, это замечательно, навыки расписаны, можно еще все-таки, если у вас есть образование, добавить, даже если это образование, там, с казахстанского университета, тем не менее, сам факт того, что у вас есть высшее образование, всегда плюс, здесь, и под здесь, я имею в виду, Северную Америку, котируется, котируется даже просто упоминание того, что вы закончили университет, здесь далеко не все заканчивают университеты, и когда у вас есть там написано бакалавриат, о, хорошо, этот человек, у него было достаточно самодисциплины закончить университет, даже если это там русский или казахстанский университет. Уже есть два отзыва, ну, правда, от одного и того же человека, лучше, когда, конечно, отзывы с разных людей, но это уже хорошо, уже есть начало. Есть портфолио, четко расписано тоже по, по пакетам, вот здесь, наконец-то мы видим пример того, как используются инструменты форматирования в описании услуги, потому что до этого, если вы видели, был просто такой plain text, что называется, да, простенький текст, а здесь уже сразу, вот, я прихожу как клиент, я так, о, extra, о, what you will get, окей, what I need, четко все расписано по пунктам, это большой плюс, просто Алексей молодец, потому что это сразу упрощает и поиск, и принятие решения, есть вся информация, каких файлах, тоже, то, что я говорила, дублируется информация, которая здесь предоставлена, почему бы не продублировать, поверьте, вы удивитесь, но порой, то, что сразу на поверхности, не замечается, я когда работала с сайтами, проводила разные A-B-Testling, кнопка там повторяется пять раз на страничке, а нажимают все время только там в одном месте, потому что в других местах игнорируют, не замечают, поэтому лучше продублируйте, видите, есть текст, есть поле для текста, почему бы его не использовать, но я бы еще проверила, если есть какие-то отпечатки, потому что, допустим, здесь в конце не вижу точки, а тут есть точка, я текст не читала, но я думаю, что возможно есть какие-то, недоработки, возможно, а так все правильно, я бы еще, конечно, добавила по услуге, потому что, как я и говорила другим фрилансерам, которых, профили, которых мы рассмотрели, надо добавлять услуги по максимуму, посмотрите, что в вашей сфере пользуется успехом, и пользуясь такой паузой, хочу сказать, что я делюсь своим субъективным мнением, я желаю только лучшего этим фрилансерам, я ни в коем случае не хочу сказать, что у вас все плохо, или все хорошо, я просто говорю, как есть, и говорю это с точки зрения клиента, я на Fiverr раньше выступала фрилансером, сейчас все-таки я чаще выступаю в роли заказчика, и я замечаю, как я принимаю решение, и я отдаю себе отчет, что порой я принимаю решение не полностью уж выверено, основываясь на портфолио и тексте, есть все-таки элемент, было там слово professional или нет, к примеру, какие-то такие нюансы, поэтому и вам советую, а вы уже смотрите, хотите вы применять мои советы на практике или нет, давайте, и кстати, тоже важный момент, здесь мы видим, что заголовок влазит в вот в эту шапочку, потому что порой фрилансеры, я замечаю, бывают пишут длинные, ну как длинные, там можно до 100 символов написать заголовок, но все равно он обрезается, лучше, когда вы главную мысль, вот предоставлю буквально в нескольких словах, переходим дальше, Ксения с России предлагает услуги по retouching, прошла Ксения онлайн обучение от Fiverr, видите, вот сразу так жирненьким выделяется, какая-то иконочка награды, казалось бы, настолько это arbitrary, настолько это произвольно, непонятно откуда, зачем, но влияет, знаете, добавляет такой маленький плюсик, о, хорошо, есть какая-то там награда, первая фраза, hi, my name is Ksenia, ну это уже более-менее понятно, здесь расписано, кто вы, что вы, с чем вы работаете, все хорошо, все замечательно, лучше знаки восклицания не применять, они не могут немножечко отпугивать, как будто вы кричите, но это уже такие нюансы, это я просто, как-то меня так сразу немножко настораживает, или когда, знаете, фрилансеры прям так вот, ну пожалуйста, ну наймите меня, тоже вот, такого плана заявления, наверное, вы настолько отчаянны, наверное, у вас настолько работы нет, знайте себе цену, я бы добавила больше навыков, и вот смотрите, у Токсении, допустим, здесь образование, казалось бы, ну совершенно, совершенно никак не связано с retouching photos, совершенно никак не связано с фотошопом, но то, что у нее законченное образование, и не просто какое-то, а PHD, это сразу, пусть это будет химия, но это сразу, окей, этот человек, как говорится, у него есть критическое мышление, как минимум, давайте рассмотрим конкретнее, вот мне нравятся услуги, когда на первой обложке сразу показано, до и после, и здесь мы сразу видим результат, это очень классный подход к оформлению своих гигов, когда работа, результат сразу на поверхности, здесь тоже замечательно, вот мы видим, что убираются какие-то недочеты, не только светокоррекция делается, я бы расписала побольше, что вы делаете, welcome звучит, здесь не звучит, я бы написала сразу там, I will make your photos look tastier and more delicious, там как-то еще, и вот формулировка, this is what I do, неплохая формулировка, но я бы написала, this is what you can expect, или this is what you'll get, опять, мы делаем акцент на клиенте, о том, какую пользу он получит, потому что он клиент, мы работаем в данном случае на него, и я бы использовала инструменты форматирования, я бы это сделала списком, как мы видели у Алексея, надеюсь, Ксения уже посмотрела Алексея, и вы посмотрели, и знаете, как улучшить описание вашего гига, есть услуги, здесь количество просто фотографий меняется, да, хорошо, все хорошо, просто добавьте больше услуг, и мне, кстати, я по-моему, мельком увидела, да, очень понравилась эта услуга, I will take a photo, казалось бы, я просто возьму и сделаю фотографию, ни о чем, но для людей, которые за границей, и они там создают что-то связанное с Санкт-Петербургом, вот фотографии, или даже еще лучше видео, которые они могут купить, с какой-то местности, куда они сейчас не имеют доступ, особенно сейчас, это может быть очень выгодно, и Санкт-Петербург, это достаточно знаменитое место у заграничных туристов, поэтому замечательно, что вы там живете, и можете поделиться вашей красотой с миром, поэтому вот, если вы фрилансер, который имеет доступ к каким-то архитектурным объектам, а возможно даже вы живете в каком-то маленьком городке, но где есть своя какая-то атмосфера, там я вам вышлю видео дойки коров, такая экзотика, но это может пользоваться спросом, посмотрите какие видео предлагают, это может, потому что этот материал продавать на разных видео, stock, photos, stocks, и зарабатывать просто на продаже вот этого материала, почему бы нет? Я перейду уже, давайте к другому профилю, Андрей, Одесса, Андрей у нас на Upwork предлагает свои услуги, уже заработал 20 долларов, выполнил 2 работы, у нас есть образование, у нас есть языки, и давайте конкретнее посмотрим о том, как Андрей о себе заявляет, вот Андрей правильно все грамматической точки зрения, зрение сделал, поставил артикли, I help businesses create, видите, тут у него 2 нет, а в первом профиле было create outstanding chatbots, facebook ads and amazon ads, я не честно не сильно знаю вот сферу чатботов, но мне импонирует, нравится то, как Андрей расписал, main skills, experience, сразу цифры четко бросаются в глаза, понимаю, что ого, работал там над 62 и большими чатботов, я так понимаю, что это существенная цифра, и уже есть отзывы, я уверена, что у Андрея пойдет заработок здесь, если он получит еще несколько проектов, для этого я бы контактировала больше проектов, которые публикуются, потому что у вас и цена, я так понимаю, низкая, когда вы отправляете заявку, пишите, что я там начинаю только предлагать свои услуги на этой платформе, или возобновляю, потому что я вижу, что вы в прошлом году только работали, возобновляю, resume my works, и я поэтому предлагаю достаточно affordable rate, поэтому у меня достаточно доступная в плане стоимости услуга, и пожалуйста, поэтому нанимайте меня, вот у меня какой опыт, и я бы, да, вот портфолио бы прикрепляла, навыки есть, employment history, это замечательно, что вы даже работали конкретнее, да, с Amazon, тут на данном этапе, Андрей, я бы вам просто советовала, быть persistent, что называется, конкретно садиться и отправлять заявки на проект, и контактировать потенциальных клиентов, как можно больше, перейдем к следующему профилю, Юлия, у Юлии уже выполнено 7 работ, побольше работ, 600 долларов заработано, 91% job success, это, знаете, вот уже находится на таком, на грани, да, все, что больше 90% на upwork, в плане job success, это хорошо, все, что меньше, даже если это уже 89%, я понимаю, смешно, там, да, несколько процентов, но это уже другое, другое восприятие, поэтому желательно держать планку выше 90%, у лучших фрилансеров, это всегда выше, там, 98%, поэтому старайтесь, правильно смайлик использовала, с глазками, хорошо, что так выделила абзацами, вопросами, how will we work, неплохой вопрос, как мы будем работать, по сути, чего ожидать, заказчику, first of all, здесь запятая не нужна, и я бы вообще убрала эту фразу, а не first of all, хотя вы потом расписываете во вторых и в третьих, ну, можно сказать, first of all, I'll do this, потом second of all, без запятой, мы сделаем то, ну, неплохо, я бы немножечко, может быть, покороче здесь расписала, важнее вот в первом абзаце расписать, да, с чем вы работаете, какой у вас опыт, вот с чем вы работаете, да, какой у вас опыт, а затем уже, как мы будем работать, и ваши работы, хорошие отзывы, все замечательно, и уже и портфолио есть, то же, что я говорила предыдущему фрилансеру, говорила это Андрею, ваша задача сейчас, отправлять заявки на проекты, как можно больше контактировать, контактировать, и если есть возможность, попробовать, может быть, еще и другие платформы, чтобы был заработок не только с Upwork, не только на Upwork надеяться, но и на другие сайты. Рассмотрим еще несколько профилей, это у нас сайт PeoplePerHour, другая биржа, и мы видим Marina с Санкт-Петербурга, аниматор, 2D-анимация, популярная сфера, motion design, есть портфолио, в отличие от Upwork, когда вы можете загрузить свое портфолио, и Fiverr, и куда вы также можете прикрепить, есть там определенные все-таки свои рамки, на PeoplePerHour это легче, вы просто отправляете, вот все, что у вас есть, поэтому здесь мы видим сразу цифру 18, так, солидная цифра, навыки тоже, там до 10, по-моему, навыков, да, можно же на PeoplePerHour указать, endorsements, можно попросить, чтобы люди, которые вам оставляли отзывы, они вам и оставили одобрения, рекомендации, их может оставить даже человек, который у вас не заказывал услуги, если у вас есть какие-то просто знакомые, зарегистрированные на сайте, почему бы их не попросить, это как на LinkedIn рекомендации, но снова-таки желательно, чтобы они были реальны, чтобы вы с этим человеком работали, тут немного я могу прокомментировать, потому что, да, портфолио есть, но я не вижу конкретных услуг, я бы добавила еще услуги, то, что вы предлагаете, как на Fiverr мы рассматривали, да, гиги, и тогда, когда вы там распишите поконкретнее, будет больше материала, над чем работать, здесь вы хорошо расписали пунктиками, что вы делаете, с какими программами вы работаете, очень, в принципе, хороший текст, есть какие-то маленькие недочетики, отпечатки, там пробелы, или неправильная пунктуация, но это уже детали. Хорошо, перейдем к следующему профилю, Руслан работает на Fiverr, и здесь, вот мы видим уже профиль с отметкой, как Level 1, то есть это уже не просто начинающий фрилансер на платформе, это фрилансер, который уже зарабатывает на платформе, который провел определенное количество заказов, Руслан использует побольше услуг, предлагает, и когда повышается ваш рейтинг, у вас и повышается количество услуг, которые вы можете предлагать, всегда этим воспользуйтесь, как только вы получили высший уровень, сразу предлагаете, расширяете возможности. Description, замечательно, сразу мы видим, что происходит здесь, единственное, что, к сожалению, в Description нельзя вот по пунктикам, поэтому я вижу, используются знаки пунктуационные, чтобы разделить мысль, видно, какими программами работает Руслан, видно, какие у него аккаунты, допустим, если вы работаете в сфере дизайна, такие сайты, как Behance и Drupal, имеют место быть, если у вас есть, желание, я бы зарегистрировалась и на вот этих сайтах, и там бы разместила тоже бы свою портфолио, потому что скажу, кстати, я когда искала, мне надо было художников, я просто шла на Behance и смотрела на их портфолио там, это тоже варианты для поиска клиентов, здесь мы видим обучение, сертификаты, все замечательно, давайте перейдем и посмотрим какую-то услугу, давайте ту, которая самая популярная, создаем логотип, очень хорошая обложка, потому что анимацию сразу так не увидеть, картинка статична, но вы показываете, что вы делаете и за какую стоимость. Используем форматирование, I'll do, такое маленькое исправление, в английском языке, если мы говорим о том, что мы что-то создаем, мы используем глагол не do, а make, да, I'll make, и не забываем артикли, a unique logo, animation for your brands and products, no template used. Кстати, это очень хорошо, когда вот вы делаете акцент на том, что никаких темплейтов, потому что уже заказчики, которые идут на файвер, они понимают, что ну понятно, какой-то человек просто где-то куда возьмет шаблончик, а когда вы пишете, что everything is manual, все мануально, никаких шаблончиков, это придает вам авторитет в сфере, и вот здесь в этой фразе вы можете написать тоже manual, или там I will create, ну да, вы написали custom, все сделали правильно здесь, так, тут какое-то такое окончание, please contact me before placing your order, можно так написать, без вот этого дополнения, или тогда so, so that I can understand your requirements, или чтобы я мог понять вашу работу, или your expectations, или your, ну да, work, хорошо, если у меня задавали такой вопрос, если вам важно, чтобы вас сконтактировали, перед тем, как оставляли заказ, особенно это касается файвер, то пишите вот так, как написал Руслан, большими заглавными буквами, жирным, пожалуйста, свяжитесь со мной, перед тем, как placing your order, перед тем, как оставлять заказ, здесь расписано, что мы делаем, я уже в детали текста вдаваться не буду, просто проверяйте, проверяйте с граммарли, посмотрите мое видео, о других сервисах, чтобы у вас текст был вылизан, чтобы это не останавливало потенциальных клиентов от работы с вами, то, что я говорила, да, видите, в описании на страничке фрилансера все сливается в одно, к сожалению, но здесь все хорошо расписано, и в основном клиенты с вами будут знакомиться вот на вашей страничке услуг, так, ну, желаю успехов Руслану, у него, в принципе, я вижу, работа идет, давайте еще посмотрим, что там, что еще может быть интересно, есть ли какой-то без заказов, гик, нет, все с заказами, замечательно, давайте посмотрим, вот у него есть предложение за 50 долларов, что для Fiverr уже выходит в более высокую категорию, и я бы Руслану посоветовала бы постараться наработать чуть больше отзывов, работ и попробовать себя на Fiverr Pro, отправить заявку, где вас рассмотрят, и если увидят, что да, вы выполняете хорошую работу, могут вам присвоить вот этот бейджик, тогда, когда вы делаете, предлагаете услуги там за 100, 200, 500 долларов, это выглядит окей, да, вы реально профессионал, все замечательно, и клиенты будут приходить, потому что на том же Fiverr не все ищут только просто дешевую работу, приходят порой и сотрудники из серьезных компаний и ищут фрилансера для выполнения какого-то задания, поэтому дерзайте, здесь бы я расписала списком, contact me now to get started, вот мне нравится, как Руслан сразу написал, что я предлагаю, да, вот просто без всяких hello, hi, how are you, сразу так, я делаю то-то, здесь бы я поставила абзац, разделение, да, что мне надо, чтобы начать, но мне кажется, это не самое важное, я бы сначала написала, с какой анимацией вы работаете, вот более конкретно, и там, в каком формате заказчик получит эту работу, и затем уже конкретнее, что надо, потому что сначала заказчик принимает решение, основываясь на вашем портфолио, и о том, как вы работаете, сколько там правок вы предлагаете, как быстро вы работаете, с какой сложностью задач вы работаете, это все надо бы расписать, благо место есть. Так, ну и перейдем еще к одному профилю, я когда просила вас оставлять ваши профили, я включила поле о том, как вы думаете, насколько у вас готов ли ваш профиль фрилансера, насколько там, по пятибалльной скале на один балл, или на пять баллов, и я получила вот от Дениса, который уже успешно зарабатывает на Upwork, оценку в два балла, он считает, что у него профиль заполнен только на два балла. Я скажу, что на мой взгляд, то, что я сейчас вижу, все заполнено хорошо, но давайте, может быть, есть же к чему придраться, всегда есть к чему придраться, но сразу в шапке придраться не к чему. 100% успеха, это то, к чему надо стремиться, когда есть 100%, это значит, что все предыдущие заказчики были довольны, и это главный показатель для заказчиков, который думает, окей, работать не с этим фрилансером или нет. О, 100% были рады работать с ним, окей, я тоже попробую. Top Rated, это тот бейджик, который вы получаете как фрилансер на платформе Upwork, это замечательно, если у вас есть вот такой знак отличия. 39 долларов, хорошо, когда вы работаете, я вижу в маркетинге, мой коллега, и когда цифра не просто там 40, а 39, психологически, да, немножечко влияет, есть такое дело. Сразу, конечно, no voice chat. Я не думаю, что это должно выходить в первую очередь, потому что, когда ваш профиль выходит в поиске у заказчика или где-то там в ответе на сообщение, вот первые несколько предложений показываются, и вы это драгоценное поле, место занимаете, фразы, которые сразу отпугивают, не отпугивают, но сразу отдаляют, типа no, no voice chat. Возможно, у вас есть свои какие-то убеждения по этому поводу, вы не хотите созваниваться, это вполне приемлемо, я бы эту фразу просто бы поставила в конец, чтобы использовать, и я бы не писала, что I'm Ukrainian, видно сразу, откуда вы, снова-таки повторяете себя, и я бы написала я бы все это объединила в одно предложение, что 5 лет у вас опыта в сфере. Хорошо, что вы используете разные такие иконки, они привлекают внимание, правильно расписано списком скиллы, и хорошо для ключевых слов это при поиске фрилансеров, и правильно, что вы используете не просто, к примеру, Google Ads, а в скобках еще указываете альтернативное название этого продукта, потому что раньше это был Google AdWords, и все уже привыкли AdWords, а сейчас это уже просто ads, и некоторые заказчики используют разную терминологию, поэтому, если вы знаете, что у вас может быть такой момент в вашей сфере, что один продукт переименовали, или как-то вы его называете профессионально так, но заказчику это больше известно как другое слово, тогда используйте вот в скобках, уточняйте, чтобы заказчик сразу видел, а окей, это то, что я себе думал, есть аббревиатуры, тоже хорошо, что вы расписали, заказчикам, которые и в теме, и которые не в теме, это всегда большой плюс понимания того, что вы делаете, что вы предлагаете, то, что у вас есть сертификат, это не пустое слово, я уж не знаю, почему, я просто в этой сфере, заказчикам важно, когда вы партнер Google, когда вы заработали этот, есть такой бейдж, отзывы, тоже хорошо, единственное, что в английском языке не используется такого плана скобочки, пунктационно используется, сейчас я вам покажу, если, допустим, мы возьмем ваш текст и вставим его в Grammarly, по идее, Grammarly должна мне исправить скобки, да, setup это существительное, если мы говорим о глаголе, тогда setup пишется раздельно, это уже такие нюансы, но не знаю, почему Grammarly не правит, в основном скобочки используются такие, и, кстати, правильно поставлена точка, в русском языке сначала скобка, затем точка, а в английском точка, затем уже закрывается, скобка, но это мелочи, и в конце есть смайлик, который так располагает к себе, да, that suit you, я бы задала вопрос, shall we proceed или let's start там work, как-то больше, давайте придем к работе, чем, а располагает ли вас это, вот, вам это нравится, ну, как-то, давайте лучше сразу к работе, да, а так, ну, это уже мелочи, так все замечательно, есть образование, большой плюс, что у Дениса есть видео, я включать не буду, может быть Денису не хочется, чтобы на него все смотрели, но, вот, такого плана видео, даже если его заказчик не посмотрит, сразу большой плюс для фрилансера, окей, я вижу лицо, я вижу, что человек реальный, я вижу, что он существует, что он умеет излагать свои мысли, даже если английский язык, возможно, не идеален, если у вас есть акцент, это не так-то важно, как сам факт того, что вы готовы, вот, показать себя, поэтому, если у вас есть возможность, делайте это, это можно делать не только на Upwork, такого плана видео, их можно и на Fiverr показывать себя, это всегда плюс. Язык, тоже это очень важно, что у вас верифицировано, что вы говорите fluent на English, и если у вас есть такая возможность, проходите все тесты, пытайтесь получить вот этот бейджик, потому что, есть такой байс, такая предосторожность, что окей, фрилансер с Украины, с Россией, да, он меньше стоит, чем американский его коллега, ну, в плане наема, но тем не менее, если у него там basic English, ну, как-то сразу понимаешь, что будут проблемы с коммуникацией, а когда на сайте показано, что да, он fluent, и не так, что он сам себе сказал, а что есть, проверили, тогда это очень-очень большой плюс, тогда то, что вы там с Украины, с Россией не будет вам препятствием для того, чтобы работать с американскими и европейскими заказчиками, отзывы есть, все замечательно, видно, что есть работа, и даже есть, я смотрю, работа in progress, это тоже все замечательно, так держать, Денис, я бы не оценивала ваш профиль, как вы себе оценили, в 2 балла, я бы его оценила в 4,5, и успехов вам. Теперь, когда вы посмотрели на свои профили и профили своих коллег, у вас, надеюсь, появились задачи, над которыми стоит поработать, чтобы улучшить ситуацию, и если еще остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, если вы посмотрели и заметили, что я что-то упустила, и у вас есть ваш фидбэк, ваша обратная связь, пожалуйста, оставляйте ее также в комментариях, мы все учимся, учимся друг у друга, чтобы становиться лучшей версией себя. Спасибо за просмотр, если видео было полезным, ставьте лайк, если вы хотите, чтобы я рассмотрела ваш профиль, подписывайтесь на канал и заполняйте форму в описании этого видео, и до новых полезных встреч, пока!